Давайте мы откроем второе послание Коринфянам, четвертую главу. Я хочу прочитать стихи с первого по шестой. Мы прочитаем несколько версий, которые приводят нас к тематам нашей конференции. Версеты от первого до шестого. Первый стих. Посему, имея, по милости Божией, такое служение, мы не унываем. Давайте остановимся. Какое же служение приняли мы? О чем Павел говорит в этих словах? Он говорит о том, что мы имеем невероятную привилегию быть служителями Нового Завета. И он также говорит и о Ветхом Завете, который тоже был славен, но насколько более славен Новый Завет, когда мы увидели славу Иисуса Христа. И он говорит, что вот причина, почему мы не отступаем. Мы не упадем на духу. Это в связи с чем-то. Когда мы теряем из виду славу Божью и лицо Иисуса Христа, мы будем уставать. И обстоятельства будут ослаблять нас. И мы будем расценивать или думать о цене, которую мы платим, и подумаем, что этого не стоит, это того. Павел не отвергает сложность и тяжесть своего служения. И как вы объясните эти слова, когда он говорит, что мы были оттягчены сверх силу и уже не надеялись остаться в живых? Кстати, это было обещано ему Иисусом Христом, когда он встретил его по дороге в Дамаск. И Анания пришел и сказал слово от Иисуса, что Иисус призывает его и покажет, сколько он должен пострадать от других народов. Но у него было видение, и видение славы Господней в лице Иисуса Христа. Иисус больше этого мира, больше всех наших проблем, Он отличается от всех. Мы знаем, что Иисус есть велик, что есть больший от наших проблем, что есть другие. Нет похожего на Него. И вот откуда сила нашей проповеди. И тем не ткви, мощь нашего прислания. Второй стих. Но отвергнув скрытые и постыдные дела, не прибегая к хитрости и не скажая Слово Божие, а открывая истину, представляем в себя совести всякого человека перед Богом. Когда мы свидетельствуем об Иисусе Христе, Так интересно, что всегда есть хоть какая-то реакция. Это не оставляет людей безразличными, потому что есть свидетельства также для их совести и о нужде для нашего спасения. И о том, что наше сердце испорчено, и также бесцельной жизни без Бога. Есть свидетельства. И мы видим, что люди понимают это. У них два выбора, или подавить эту истину, или Господь откроет их сердца, и они увидят. И перед лицом всех скорбей, которые встречались на их пути, они знали, что многие будут восставать против них. И Павел решил рассматривать все свои страдания и скорби в отождествлении с определенными вещами, с вечностью, в соответствии со славой Божией, в пропорции с тем посланием, которое у них есть. Потому что, если посмотреть на то, что они испытали в своей жизни, это сверхсил. Но если я поставлю это все в определенную перспективу, ожидая славы, которая придет, в соответствии с тем, кто есть Иисус, с вечностью. Эти вещи становятся не такие уж и большие. Потому что в свете они становятся менее важными. Я думаю, что Освальд Чамберс сказал следующее вещи. «Когда мы теряем чувство Божьего присутствия в нашей жизни, мы теряем все. Ничего не остается в нашей жизни. Я немного изменю. Если я теряю ощущение Божьей славы в моей жизни, я теряю все. Я становлюсь жертвой своих обстоятельств и ситуаций. И пастор Арто также спросил меня, как же нам не оставаться жертвами ситуации или заложниками ситуации? То, что нам не хватает в ситуациях, это видение перспективы, что мы не видим, не смотрим дальше, смотрим на те вещи, которые нам немедленно нужны. И он говорит, что мы были нацелены, чтобы видеть славу Божью. И чтобы видеть, почему мы делаем это и почему это достойно всего нашего времени, чтобы делать это. И в наши трудные времена у нас есть вечная перспектива. Но я принимаю решение задолго до тех времен, сложных, которые придут. Имея общение со славой Христа, со славой Евангелия Благодати, которая освобождает людей и дает им вечную судьбу. Все остальное пройдет. И мы славим Господа за это. И не смотрим на те вещи, которые видимы, но смотрим на невидимые, потому что видимое временно, а вечное, а невидимое вечно. Мы приняли то, что пребывает вовеки. И мы славим Господа за это. Хвалим Бога за это. Это не самое важное. Я думаю о вас, о вашей дружбе, о назидании, которые вы приносите в жизнь. И я славлю Бога за всю работу, которую Он производит во всем мире. Молитесь, пожалуйста, за нас, чтобы мы не потерялись в обстоятельствах, но чтобы сохраняли видение и фокус, потому что никто не сможет пройти этот путь без этого. Аминь. Мы слышали прекрасные слова. Давайте помолимся. Дорогой Бог, мы просим Тебя, чтобы Ты вел нас в свое присутствие и поговорил с нами из Твоего Слова. Во имя Иисуса. Аминь. Приветствия из Белграда, Сербия. Если кто-то не знает, где Сербия, посмотрите на карту. Или приезжайте, посетите нас. Добро пожаловать в Сербию. Есть ли у вас Ваша Библия? Прекрасно. Мы... Даем себе справа. Знаете, что... То, что иметь Библию в определенных странах... Уголовно преследуемая вещь. Знаем ли мы, что Библия спасает жизни? Насколько замечательный инструмент в наших руках? Давайте откроем 2 Коринфянам 4 главу. Мы начнем оттуда, где закончил пастор Штефан. 2 Коринфянам 4. 6 стиха. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Бог повелел воссиять свету из тьмы. Здесь говорится о наших сердцах. Это было то место, где была тьма. Но Бог повелел. Бог сказал. Это напоминает нам Бытие 1 главу, где Господь также повелел. Бытие 1.3 и сказал Бог, да будет свет из тьмы. Когда Бог сотворил этот мир, Он сотворил все экс-нихило из ничего. Бог сотворил свет из ничего. Как Он это сделал? Он сказал Слово. Иногда в нашей жизни возникают сложные ситуации. Может быть, с вами вы встретитесь с трудными людьми. Может быть, в вашей жизни будут безнадежные ситуации. Или встретите людей, которые находятся во тьме. Или у которых ничего нет. Но Бог сотворил все из ничего. Нет ни одного безнадежного дела для Бога. Как это произошло? Бог сказал. Это Его Слово, которое сотворило небо и землю. Его Слово сотворило светло. Вот почему мы говорим это Слово людям. Тем людям, у которых нет ничего. И которые потеряны без надежды. Для них у нас есть могущественное Слово. И мы можем говорить это Слово. И Слово это может произвести нечто в их жизни. В этом Слове заключена великая сила. Откройте со мной Евангелие от Иоанна. Первую главу. В начале было Слово. Видите? В начале. Было Слово. было Слово. Третье. Третий стих. Все через Него стало быть. Все было сотворено через Слово Иисусом Христом. В начале. Как это произошло в наших сердцах. В начале. Был кто-то со Словом. Кто-то рассказал нам о Боге. Кто-то рассказал нам о надежде Евангелия. И Бог повелел воссиять свету в наших сердцах. Пятый стих. И свет во тьме светит. Потому что свет намного сильнее, чем тьма. Когда Слово приходит, тьма убегает. Когда вы включаете свет, то тогда тьма уходит со скорости света. Бог может произвести что-то из ничего. Своим Словом. Он говорит и является. Это так сильно. Это так потяжно. И с этим так велика мощь. Некоторое время назад. Мы поехали к границе с Боснией. Три часа мы ехали. И приехали к той семье, где проводили библейские занятия. И немного поблаговестовали, находясь там. У них трое детей. Два брата и одна сестра. Трое дети. Двух братьев и сестры. И я открыл капот багажника своего автомобиля. И я стал раздавать библии. И обнаружил, что они не могут читать. Я так понял, что, а, наверное, они не могут читать кириллицу. Но из-за того, что я очень подготовленный миссионер, у меня была библия на латынице. И я увидел, что они и латынь не могут читать. Они безграмотные. Не могут читать. Но мы еще более подготовленные миссионеры. Мы революционисты. Я начал говорить им слово. И они не понимали. И они поверили, что не понимают. Я пытался сказать самое лучшее моим ломаным сербским языком. Но они не понимали меня. Потому что они не умели читать. Они были глухи и не могли говорить. И я стал думать, как же мне поделиться крестом с ними. Моих слов недостаточно. И 2 Коринфянам 4.5 говорит, что сокровища мы носим в глиняных сосудах. Чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. И я воззвал к Богу. Что же мне делать? У меня нет никакого способа, чтобы передать им Евангелие. Но я вспомнил. Мы сделали для них пантомиму. Мы стали использовать наши тела, чтобы показать им определенные картины. И мы склонились на колени и молились Богу на небеса. Это было похоже, что мы благовествовали какому-то племени, которое вообще не понимает нас. Мы настолько привилегированные люди, что мы можем идти и сеять семена вечной жизни в сердца людей. Бог говорит и является. В ваших руках это слово. И оно также в ваших устах. И в вашем сердце. Давайте будем отдавать. Благословит вас Господь. Спасибо. Аминь. Разве у нас здесь не замечательное время? Разве мы не видим Христа? Приветствия из Женевы, Швейцария. Нас здесь 13 человек. Можете усесть? Да, садитесь, пожалуйста. У нас великий Бог. И мы на пространном месте. Давайте помолимся. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господи. Одного я желал. Чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей. Слава тебе, Иисус. Льведи нас в этом слове. Аминь. Я прочту из двух мест Писания. Первая это Филиппийцам 2 глава. Пятнадцатый стих. Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими, непорочными среди строптивого и разращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире. Божьими без сказы, в среду злого и превратного, в котором вы сияете, как светло на свете. И теперь мы просто быстро перейдем к Матфею, 5 глава. И мы будем читать с 14 по 16 стих. Матфею 5, 14-16. Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Не можете укрыть место, положенное на гуже. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светят всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. В книге «Бытие» 1 главе в 16 стихе были сотворены два естественных света. И два светила. Одно светило, оно управляло днем. Это солнце. И меньшее светило, оно светило ночью. Это луна. И мы знаем, что луна не производит сама по себе никакого света. Она отражает свет солнца. Когда вы смотрите на луну, вы видите свет солнца. Также в 34-й главе книги «Исхода» 28-29. Мы знаем, что Моисей провел 40 дней и 40 ночей в Божьем присутствии. И не ел и не пил ничего. И он находился в присутствии живого Бога. А когда он вышел из присутствия Бога, Арон и народ Израиля не могли смотреть на его лицо. Его лицо сияло. «Еврокон» 2019 года. Пастор Дэвид Стамбовский взял группу с собой и поехали в тюрьму в Будапеште. И тюрьма – это очень и очень темное место. Я никогда до этого не был в тюрьме. И в одной из камер этой тюрьмы была образована для того, чтобы там начались служения. И там был один человек, который играл на музыкальном инструменте, и его лицо сияло словом о славе Божией. В то время, когда он поклонялся, оно сияло в темном месте. Мы говорили из Матфея 5 главы, что мы с вами свет миру, и как город, который поставлен наверху горы. В Итальянских Альпах, рядом с границей Швейцарии, есть небольшая деревня. И ее позиция настолько невероятная, что свет солнца никогда не попадает на эту деревню. 365 дней в году там нет света солнца. И тогда начальствующие этого города построили зеркало. И они поместили это зеркало на северную гору, на северную часть горы, и которая отражала солнечный свет. Зачем я это говорю? Мы также были помещены в определенное место, чтобы быть сиянием Христа. Наша церковь в центре города, может быть, в центре города, и Женева это темное место. Мы едем два часа на восток, чтобы начать там новое служение в горах Швейцарии. И в этом городе нет солнечного света во весь год. Это самое темное место. И этот мир, это темное место, говоря духовным языком. И мы помещены были сюда, чтобы сиять светом Христа. Очень сложно жить в мире тьмы. Но это зеркало, которое установлено над деревней, является тем инструментом, через которое свет проникает во тьму. У нас есть одна цель здесь. В прославлении Бога. Мы приехали на Еврокон. И это еще одна прекрасная конференция. И у нас есть Библия, и мы принимаем Его свет. И принимая Его свет, мы можем сиять в темном месте. Мы можем расспрашивать мрак, в мрочных месяцах. И многие, многие души будут спасены и освобождены. Благословит Вас Господь. Спасибо. Мы делали это раньше в отношении большого Дэйва. Вы можете потом поправить меня, если я что-то неправильно скажу. И он был владельцем ресторана в Балтиморе. Бара. И продавал алкоголь, и также был игроком в регби. Ему нравилось делать людям больно. Ему нравилось делать больно. И продавать алкоголь. Он жил такой жизнью. И потом он пришел ко Христу. И Бог сделал чудо в его жизни. Он был освобожден от алкоголя. И он рассказал мне эту историю. Но затем он обратно вернулся к алкоголю и попал в аварию из-за того, что был пьяный. В некоторых городах Америки госпиталей посылает вертолет, чтобы забрать с места происшествия раненых людей. И он не помнит ничего. Он помнит только то, что он выпил одну рюмку. И после этого не помнил ничего. Кроме когда он очнулся в вертолете. Когда его везли в больницу. он был верующим. И что Иисус сделал? До этого я был в тюрьме за 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 разные вещи, которые делал в пьяном виде. Моя жизнь просто была разрушена. не доставим мандату, не доставим сказаны на бензине, пущено мне вольно. И с этого времени никаких штрафов. Я продал свой ресторан и переехал в Новую Англию. И Бог дал мне жену. Бог дал мне детей. вернулся в Балтимор в 2009 году. И я абсолютно был свободен от алкоголя. Но что-то в моем сердце сказала, чтобы я приехал сюда. И Бог взял те супы, которые я делал в жизни. И Бог и разсупует их. И Бог убирает различные узлы из нашей жизни. И я сегодня проснулся утром и думал об этих узлах в моей жизни. И они все распутанные. Когда я приехал сюда, я не очень то и хотел разговаривать с людьми, общаться. Но я очень желал быть здесь и испытывать на опыте то, что происходит здесь на этой неделе. Бог умело распутывает узлы в нашей жизни. и мы можем использовать это время, чтобы сказать нашим братьям и сестрам ничего страшного. У меня есть узлы, но они были распутаны любовью Божьей. я так рад, что я приехал сюда. Спасибо, Иисус. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Римлянам 8.1 Нет ныне никакого осуждения во Христе Иисусе. Нет никакого осуждения во Христе Иисусе. Не мажетного потемпения. Допустим, у вас дома холодильник и в холодильнике нет кетчупа. И вы говорите, Лиса, кетчупа нет. И она говорит, да, кетчупа, кетчупа, если хочешь. Я говорю, ты что там разговариваешь с Синтией Фаерс? С Богом нет никакого осуждения. Что нам непонятного в этом? Нет никакого осуждения. Потому что Христос был осужден. И с нами в нашей жизни есть нечто большее с Богом. И это мы, наши взаимоотношения. Это намного большее, чем осуждение. осуждение не помогает нам никоим образом. Оно наносит нам боль. Мы прячемся, мы боимся, мы виновны. И церковь это то место, где есть послание. Откроем книгу Амоса третью главу. И повем о том слов. Лиса, не в лазинце ручки. А почему нет полотенец в туалете? Я знаю. хорошо. Амоса третья глава. Восьмой стих. Лев начал рыкать. кто не содрогнется. Я в гугле нашел информацию о льве. О львах. нашел информацию о львах. И я хотел узнать, на какое расстояние слышится его рев. Я прочитал, что на расстоянии восьми километров слышится рев льва. очень громкий звук. Восьмой стих. Кто не содрогнется? есть причина и есть результат. Лев рыкнул и остальные животные содрогнулись. Они испугались. Испугались рыка льва. Господь Бог сказал Господь Бог сказал вам Большому Дэйву мне вам Бог сказал вот она причина и есть результат и он таков кто не будет пророчествовать если Бог сказал тогда вы говорите если Он сказал тогда вы не можете удержать это я должен сказать есть результат результат так должно произойти если Бог сказал обязательно будет результат что то произойдет как мы чувствуем себя если Бог говорит в тайной комнате это повлияет на меня таким же образом как и рык льва и остальные животные напуганы и если Бог сказал если мы слышим Иисуса Христа мы не можем просто пойти домой вот почему они были голодны после трех дней потому что они не рассчитывали быть рядом с Иисусом так долго в древнем мире люди знали сколько им нужно пищи для того чтобы покрыть определенные расстояния я представляю как одна жена говорит своему мужу нам нужно утром возвращаться потому что у нас недостаточно еды для другого дня и Леви говорит Лиса нет 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 нам нужно остаться разве ты не слышала слова этого человека если мы услышим его слова то тогда в нашей жизни произойдет нечто я не говорю о том что нам нужно вернуться домой мы можем сделать это в любой момент не переживай насчет этого но Бог говорит с нашими сердцами давай будем доверять ему на гордная проповедь ты слышала его слова да я согласна с тобой мы можем остаться не нужно сейчас уходить потому что он путь истинный и жизнь и покой и свобода и радость и он дверь и он скала и он звезда утренняя и он всемогущий Бог и он мессия мы должны послушать его если Бог говорит втайне вы можете попытаться удержать его слова но не сможете вот так это так здорово кто-то кто-то из вас проповедники спасибо Господи если вы говорите втайне нам мы будем пророчествовать это выглядит как-то звучит как-то религиозно пророчествовать но давайте так скажем на моей кухне с детьми мои дети и я говорю им что-то и они не забудут этого мы сели за чашкой кофе в четверг утром и может быть это плохой день когда собака лает когда молоко разлитое на полу телефон сломался спущено колесо у машины я опоздал на работу мой сын подросток никак не может проснуться утром а моя дочь подросток никак не может найти свою помаду хомячок умер это плохой день плохой день когда Бог говорит с нами когда Бог помещает нас в церковь когда Дух говорит когда мы поклоняемся я хочу сказать что-то поклонение поклонение личное поклонение очень важно поклонение 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 Богу в Духе и отношение к Богу что Бог такой великий и Он такой свободный что в Его присутствии полнота радости что Бог любит вас и это настолько большое это так сильно впечатляет нас и мы не можем не пророчествовать не можем не говорить не можем не проповедовать обучать детей обучать замечательных дамбожьих обучать девушек вот так я хочу понимать учения Библии которые будут освобождать меня потому что я хочу танцевать хочу проходить жизнь свою в танце я хочу быть ребенком я хочу чтобы у меня было много радости и также чтобы у меня было хорошее время я хочу быть поклоняющимся человеком я хочу чтобы была наполнена церковь и чтобы в церкви не было слишком серьезно потому что жизнь и без этого очень тяжелая потому что вся моя страна тяжелая мои друзья тяжелые и моя собака тяжелая все тяжелое эй погодите-ка и Леви говорит я сказал Лиса но я скажу Дебора я сказал Лиса не-не у него Дебора жена и Леви говорит Дебора ты слышала меня? ты слышала этого человека что он говорит? да у нас еды достаточно только для этого дня а нам еще идти 7 часов у нас недостаточно пищи чтобы возвратиться я знаю Дебора Бог но Бог с нами Господь с нами все нормально не переживай давай еще раз послушаем Его и мы решаем мы остаемся остаемся еще на один день и ночью и вечером вечером Дебора говорит все нам нужно возвращаться домой нет нет разве ты не услышала то что он сказал давай на третий день останемся ну хорошо я согласен это в наших сердцах ты правду говоришь да пусть это будет Божье время на третий день Иисус говорит ученикам эти люди голодные и вы накормите их а у нас нет ничего а что есть у вас пять хлебов и две рыбки достаточно и все были насыщены они ели 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 весь день а Дебра ты только посмотри о Леви слава Богу слава Богу не могу поверить что Бог вознаградил нас Бог благословил нас Леви Дебра так хорошо быть в присутствии Бога это хорошо чтобы слышать Его а если мы слышим Его как льва который рыкает и все животные напуганы так же когда мы слышим Бога в тайной комнате мы провозглашаем это вы должны говорить должны верить в это даже в самый ваш темный день вы помните и вы знаете мы были на Евроконе и Господь был там да мы истратили деньги потратили время пожертвовали но здесь так классно так глубоко и так лично и важно наши молитвы таковы когда люди приходят в наши церкви и Бог будет говорить и это им будет и у них появится появится причина и а им послужит сам Бог и и